Всем добрый день. Сегодня у нас замена стиральной машины. Стиральная машина вертикальной загрузки. Электролюкс. Машинка Уверла. Воняет плесенью, сыростью здесь. Одна из причин это коммуникация здесь. Колхоз, кран. Что есть, что его нет. Анализация может быть надежная, но как-то, честно говоря, не очень. Если уж такой манжет используется, то, конечно, ставится наоборот. Толстый, что-то тут, гаечку под штуцель, как паз вот этот, куда прокладка, вот так, спецштатный. Тогда хоть надежно, это не годы ягодицы. Менять буду манфилд, стиральную машинку. Приступаю, походу, буду показывать, что получается. Так, вот первый, сейчас, что мы сделаем, кран поставим вот таким вот образом. Уже он не будет мешаться машинке, потому что он смотрел вот в сторону. Естественно, мешался машинке. Она не могла на плотную задвинуться. Шланг будет гораздо тоньше, поэтому ставим вот так вот. А здесь поставлю обратный клапан. Вот это вот фирмы краны, честно говоря, я их очень люблю. На них постоянно ручки ломаются. Саленькие, типа вот, и вот когда я их разбираю, они всегда у меня раскручиваются на две части. Поэтому те люди, которые иногда эти краны используют наоборот, там в трехчатверной, вкручивают вот эту вот, а это уже как бы на вход делают, а на выход вот это вот. Вот, чего это может привести иногда. Нужно знать. Так, на слив поставим обратный клапан, но так как труба, к сожалению, выпирается, это не очень будет хорошо. Не знаю, может даже этот экран уберу. Посмотрим, если будет мешаться машинке, то его потом нафиг уберем. Ну, так все будет подключено. Машинка уже будет, ну, поближе-таки стоять. В целом, коммуникация будет выглядеть теперь вот таким вот образом. На кранчик, как положено, ничего не мешает. Шланг у меня уже здесь пройдет снизу. Слив подключится, ну, да. Аккуратно, надежно, как положено. Сейчас вот этот все, сикс-нак, ставленный шланг, как пополон. Вот такая вот история. Машинка у нас сегодня Manfield. На вертикальной загрузке. Я уже пробовал запустить. Пока заблокирована. На самом деле, простая машинка, ничего сложного нет. Все программы у нас указаны по типу ткани. Не знаю, кто-то ругалит, кто-то хвалит. Но, опять же, из 10 вертикалок, 9 сегодня получаем его на Китае. Manfield, все остальные фирмы. Судя, они однотипные. Ну, в целом, особо народ не жалуется. Крышка немножко на некоторых модельках гуляет. Причем почти на всех. Программа у них стандартная. Такие все здесь смешанные. Синтетика, деликатная шерсть. Джинсы спортивные. Экспресс, потом быстрый. Экспресс желательно не использовать. Не производит балансировку белья. Есть хлопок отдельно. Плоскание, отжим. Дополнительно. Дополнительно есть регулировка у нас температуры. Скорость отжима. Здесь 1200, для нее не надо. 1000 нормально будет. Подок функции предварительный. Стирка, дополнительное полоскание. Блокировка от детей. Отключение от этого звука. Может полифония. Бак. Бак у них не нравится. Выглядит довольно симпатичный. Доводчик. Есть автопарковщик. Машинка останавливается в этом режиме. Доводчик работает медленно. Прикольно. Здесь у нас загрузка порошка. Основная стирка. Предварительный полоскатель. Съем для проводки. Фиксируем здесь. Нажимаем механизм. Пластиковый. Сейчас попробуем ее запустить. Коммуникация. Стоит ракет отстала. Экран полноценный. Предположим, работает с запевами. Слышно. Внизу есть фиктор. Для почистки. Слышно. Здесь. Дизайн. Сверхотекала, в принципе, неплохой. Вертикальная машинка. Вот так все. Обзор на машинку закончен. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал.